Есть. Начинаем нашу церемонию выхода к прессе министра иностранных дел России. Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших мазамбикских хозяев за приглашение и за прекрасную организацию нашей работы. Спасибо, господин министр, господин министр, господин министр, я хочу поблагодарить министр и Министерство Мозамбика за приглашение и за организацию эксцелента этой визиты. Отношения между нашими странами дружественные, они складывались, формировались в годы антиколониальной борьбы и приобрели прочный устойчивый характер уже в ходе становления государственности Мозамбика и обеспечения социально-экономического развития страны под руководством партии Фрелимов. Мы сегодня с признательностью отметили готовность президента республики провести переговоры с нашей делегацией и сегодня здесь в Министерстве иностранных дел мы обсудили ключевые вопросы, которые требуют решения в ближайшее время. Главная задача, конечно же, сделать так, чтобы наше торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество выходило на уровень политического диалога. И здесь есть уже первые результаты, достигнута договоренность о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, первое заседание которой пройдет в следующем месяце здесь, в Мапуту. И здесь уже есть первые результаты. Мы уже достигнута договоренность о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, первое заседание межправительственной комиссии. Мы констатировали, что решение о создании рабочей группы ПВТС, которая впервые встретилась в прошлом году, также способствует развитию взаимодействия и в этой важной области. Возвиваются связи в области образования, они тоже имеют богатую и давнюю историю. Десятки, несколько сот, наверное, мазамбийских граждан обучаются в российских вузах по гражданским специальностям, а также в учебных заведениях Министерства обороны и Министерства внутренних дел в России. У нас также есть большая практика в кооперационном доме, в фармассау, в квадро, и сегодняшний день сотни из мазамбеканов участвуют на Руссии наши специалисты в СИВИИ и также наши специалисты в милитарах. Развиваются связи между парламентами, между политическими партиями. Совсем недавно на очередном съезде партии Фрелимо присутствовали делегаты от «Единой России» и КПРФ. Дезинформировали кооперационную интерпарламентарную и также между политиками и политиками. И constатаем, что в прошлом году в конгрессе Фрелимо представили представители двух партий русских, Руссии и КПРФ. Особое внимание уделяем молодежным обменам. Мы благодарны нашим мазамбикским друзьям за направление очень представительной, крупной делегации на состоявшийся осенью прошлого года в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов. У нас очень тесные взаимодействия по международной проблематике, в том числе в Организации Соединенных Наций, но также в рамках сотрудничества России с Африканским союзом, с сообществом развития Юга Африки и с другими структурами, которые работают на африканском континенте, и в том числе участником которых является Мазамбик. Мы, как и наши мазамбикские друзья, считаем абсолютным приоритетом международного сообщества объединить усилия в борьбе с терроризмом, сделать это на общей, прочной основе международного права, без каких-либо двойных стандартов, без попыток использовать экстремистов в узкокорыстных геополитических целях. У нас в общей позиции с нашими партнерами мазамбиканами, в том числе у нас есть приоритет глобальная приоритета в университете в борьбе с терроризмом, и сделать это без двух метров, без двух метров, и с нами используя группы террористов в финши геостратегисты и геополитики. Именно с такой инициативой выступил на одной из последних сессий Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин, и она по-прежнему в полной мере сохраняет свою актуальность. Президент Путин проповедил эту инициативу в том числе и с учетом нарастающей террористической угрозы. Несмотря на определенные успехи в борьбе с этим злом, она продолжает доставлять огромное количество проблем многим странам и регионам. Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки, в частности ситуацию вокруг сирийского урегулирования. И амеаца террористов continua визжente, и, apesar dos esforzos que muitos países fazem, continua ainda амеаца os muitos estados no continente africano e também no Medio Oriente. И nós debatemos com o ministro a situação no norte de África e no Medio Oriente, e debatemos também nas perspectivas de essa situação. активно занимается содействием преодолению сирийского кризиса и как член Совета безопасности ООН, как участник астанинского процесса. И свой вклад мы также внесли в общие усилия по выполнению резолюции Совета безопасности 2254, проведя вместе с иранскими и турецкими коллегами в Сочи конгресс сирийского национального диалога в январе этого года. А Руссия está envolvida de forma muito séria no резолюции do conflito сирио. Nós estamos, como membros do Conselho de Segurança da ONU, também do processo de Astana, e juntamente com nossos parceiros de Irã e Turquia, nós realizamos a resolução de 2254 e realizamos as negociações intrasírias na Rússia em Сочи, em janeiro passado. Nós confirmamos nosso apoio aos países africanos na luta, contra o terrorismo, e, sobretudo, debatemos a situação na região de Saara-Sahel, que depois de invasão na Libia em 2011, ficou na território de Cauch. Nós continuamos nosso diálogo bilateral com nossos amigos mozambicanos em vários domínios, e, no fim da visita, convidei o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique a visitar a Rússia como visita oficial. Queria também usar esta oportunidade para, em nome do Governo da República de Moçambique, meu nome é pessoal, saudar e agradecer a visita do ministro Sergei Lavrov à República de Moçambique, e, através dele, estendemos as saudações ao povo irmão da Confederação Russa. Queria, de sua parte, também agradecer o ministro pela visita ao Maputo, e, através dele, nos nos convidados e o melhor desejo nosso irmão da população à Rússia. Esta visita é prova inequívoca do interesse mútuo de reforçarmos as relações de cooperação bilateral, que já montam desde os tempos em que os moçambicanos decidiram embarcar numa luta para a libertação desta nossa bela pátria amada Moçambique. Nesta visita passamos em revista o estado da cooperação bilateral, e também passamos em revista como é que a Rússia e Moçambique se alinham no concerto das nações a nível multilateral. A nível bilateral aprofundamos a necessidade de reforçarmos a cooperação técnica e econômica entre os dois países, olhando para as vantagens mútuas que a nossa cooperação bilateral apresenta. Na dois-terrônimo сотрудничество, nós abordamos projetos de cooperação econômica e técnico com acento no que nós podemos obter os resultados maximais. Queríamos confirmar que vamos ter no próximo mês de abril a Comissão Mixta Bilateral que vai preparar uma série de instrumentos legais que corporizam o reforço da cooperação bilateral entre os dois países. Queríamos confirmar que no próximo mês de abril a Comissão Mixta Bilateral que vai realizar um conjunto de propósitos para o estabelecimento de dois-terrônimo econômico. Moçambique e Rússia estamos alinhados na cooperação econômica envolvendo o setor empresarial para as mais variadas áreas de atividade na área pesqueira, na área de produção de artigos diversos que os dois países têm como potencial. O desenvolvimento econômico e social precisa de ser protegido, daí que também passamos em revista a cooperação bilateral na componente das forças de defesa e segurança, sobretudo no que diz respeito à formação de moçambicanos nas diferentes especialidades para assumirem a responsabilidade de proteger este desenvolvimento econômico e social progressivo que nós estamos a registrar. O que é a disponibilidade de Rússia através da Universidade de Meshkov de estabelecer uma parceria que tem vista a troca de docentes para esses efeitos de reforço da capacidade científica e também de formação de moçambicanos nas mais variadas especialidades. Também agradecemos a Universidade de Rússia por a iniciativa de установamento de прямos contactos, de distanciamento e também de abençoamento de professores para aumentar a qualificação de moçambique e de aumentar a qualidade de moçambique. Acolhemos também o convite que nos foi dirigido de visitar a Rússia. Esta nossa visita vai ser um momento muito importante para preparar a visita ao mais alto nível de Moçambique para a Rússia. Também tomamos nota do interesse expresso pela Rússia de se candidatar para a Expo 2025. Estamos juntos com a Rússia no combate à corrupção, no combate ao terrorismo e todas as formas de discriminação que por vezes ocorrem no mundo. Nós gostaríamos de acolher perguntas, mas devido a constrangimento de tempo e agenda nós ficamos por aqui, porque temos uma agenda que não podemos falhar. K сожалению, nós temos uma agenda que não podemos responder a perguntas.